Духовин Сергей Все остальное у меня и так будет Больших доходов, успехов в жизни Наш класс у меня ассоциируется с обезьянником Я думаю, самая веселая история была Это когда помазанный бросался колбасой в потолок Когда она прилипала к потолку А руки потом вытирала в шторы Здравствуйте, меня зовут Виктория Николаевна Шипида Я училась в 24-й школе Я хочу пожелать всем через 10 лет 20-30 лет Всем мира, счастья, здоровья, много денег и любви Наш класс самый лучший Самая интересная история жизни школы Когда Алина принесла сигареты Мы все курили внизу Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал Лиза Козырь У меня хорошая работа, наверное, есть семья Если я найду любимого человека У меня все хорошо Я успешный человек Я люблю в классе всех Потому что они все веселые Ну, как бы, не хочу разделять На плохих и хороших Интересная история со школы Я помню, как мы на уроке истории Украины Писали контрольную И Сергей Авчат начал списывать И Люба Михайловна это заметила Забрала у него листочек Когда она от него возвращалась уже Она спотыкнулась А он в ней вслед кричит Это вас Бог наказал Меня зовут Полина Баскакова Через 10 лет я хочу путешествовать Чтобы со мной были самые близкие друзья Можно любимый человек Очень много позитивных эмоций И очень интересных историй Наш класс Я бы до выпускного Я бы сказала, что он был очень бесячий Но сейчас я понимаю, что это был Наверное, один из лучших классов Вообще, наверное, не знаю В Чернигове И собрать таких разных людей Это очень сложно Вместо истории у меня есть слоган Сейчас Бьют, беги Дают, бери Второй любимый слоган Это никогда не сдавайся Потому что это мой слоган По жизни я всегда иду за ним Это должен быть слоган каждого человека Потому что главное мечтать Следовать за своими мечтами В одиночестве В одиночестве Классы, классы, в одноклассы А что говорить? Я закончила школу Школьная жизнь Вы нас просто Мама наша Мы вас очень любим Ура! 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 Вон он ещё раз уволил Идёт дальше такая Написано Кирпичный завод Посторонним вход запрещен А ему читают За кирпичный завод Посторонних бить кирпичом Ну идёт Две бабули, короче ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Коля Иваненко. Я на соревнования за школу потянулся 33 раза. Наш класс довольно-таки разнообразный, то есть там сейчас неадекватный. Тут очень сплощенный коллектив, то есть у нас каждый за друг за друга. Любим побесить учителей, у нас бывает такое тоже. Когда узнали, что одна учительница у нас не любит, бывшего премьер-министра Яценюка. У нас на каждом уроке сразу кричали Яценюка. Яценюка к нам. Ездили за макулатурой. Ехали с одним парнем, который рассказывал что-то... А, он на власть рассказывал, что такая хреновая власть, я говорю, тебя сейчас побьют. И он начал кричать на весь троллейбус. Я, ну, кой, Вич, наш президент. Музыка к нам. Музыка к нам. Музыка к нам. Что ты там скажешь? Я тебя за раз пристрелю. Господи, Рена Михайловна, когда мне важно математикам, иди, задобуйся. Шкраб Анастасия. Я себе желаю через 10 лет счастья, хорошую машину и мужа. Самая такая смешная история со школы, которая мне всегда вспоминается, это история с продленки, когда я спала с оленником, у нас кровати рядом стояли, и он постоянно чмокал палец, чмокал. Беззахисные, разгубленные, маленькие, колесо-перше мы пришли до школы, вы нас застряли, наша рівна нинька, и мы вас не забудем, никогда. Вы столько, дядечок, добром зеліли, пора додали, вислухавши вчасно, відбит, нащасть, зуміли захистити, забывши про турботи власне. Вы нас научили грамоти, науки, как стать честною, порядной человеком, любить красивую, рівную батьковину. Первая учителька, приветная, милая, щира, турботливая, уважная, принциповая, великодушная, лагеря и справедливая. Вас називають вчителька від Бога. Здрасте, меня зовут Диана Ракута Олеговна. Я желаю всем всего наилучшего, чтобы все у вас было хорошо. Через 10 лет у меня и так будет все хорошо, чего можно будет желать. Наш класс 11А самый лучший, самый вообще такой... Когда за нами в туалете мальчик поглядывали. Самая интересная история, это та, когда мы дразнили мальчиков, и они нас загоняли в женский туалет. А туда они не заходили, потому что туда нельзя было мальчикам. Это такой был, да. Итак, розпочинаемо экзамен. Первое вопрос. Функция крови. Функция крови. Кровь нужна для человека, чтобы заработать от 5 до 10 тысяч гривен. Досить. Другое вопрос. Пойдемте до точки. Так, конечно. Анатомия человека. Ох. Где находится апендицит? Мне его вырезали. Сейчас я не знаю. Понятно. Где у человека находится шлун? Это мы не беремо, а включаем. Где у человека находится шлун? Куда он попадет? Куда он идет дальше? Да найдите уже середину. Покажите язык. Да вот здесь показывайте язык. Ой, Господи. Беремо печеньку. Печеньку ставим на место. Холодно. Еще холоднее. Очень холодно. Я вижу, вы демонстраиваете свою задачу? Нет. Беремо легені. Беремо другу легені. Так, запорожеців, дві улютини. Ви могли бы еще одну шпаргалку собі зробити? Ти шо гейс, вийсик? Я бабочку выбирал в очень крутом магазине. Дольче Габбана. Александр Баженок. Я себя вижу таким же самым, как сейчас, в таком костюме. На свадьбе. Класс отличный, такой хороший, неадекватный. Сильно громкий класс был. Как мы ездили на стрельбище? Мы с автоматом ездили стрелять. Как мы начали стрелять, я попал одному мальчику гильзой голову. Это был певар Дима. Приехали полицейские. Это наш класс, самый лучший класс. Доброго дня. Героям слава. Молодши. На Шевченко фронтарь розракуйсь. Шевченко. 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 Борськаревский. Заракуйся кистина. Шевченко. Зробили крок вперед. Повернулися грильзким до грильзкого. І повторюємо за мною. Зажурилися. Повстали. Зажурилися. Повстали. Зажурилися. Повстали. Закінчили вправу. Повернулися ми намазалили до зала. Так, а що це не стало як лініозначення? А ну швидко впігнуть. Загребей на гоменів лісових піснях. Ти що, не чули лицьки, як і Лесі Українкою сказали? Підведь. Можна вийти. Обставина. Я заповню. Що? Я заповню. О, гречі. Гребуть коли, як я заповню. Так, шуруй, твійця. На цьому урок завершено. На наступному будемо здавати співлю до Женка. І хай тільки хто спробує принести довідку, що відкріба. Я йому таку кайдашеву сім'ю влаштую. Я староста, все ми не должны. Меня звати Катя Пасько. Через 10 років я буду прокурорша і буду всіх крышувати. Так, я люблю вообще-то всіх в класі, тому що я староста і все мої починення були. Мій клас. Самий лучший, самый безбашенний, самый крутой, але іноді він самий-самий вредний. Інтересна історія, це коли у нас проходять уроки фізкультури, і коли Лиза прыгала в длину, і она немного промокнулася, і ляпнулася прямо себе на жопу. А коли ще ми бігали, получается, по кругу, но спиною назад, то Політа навернулася. Спотикнулася мати і теж упала. В общем, це було дуже весело. Камінь, плиз. Фу, який камінь? У вас тут і так дуже. А, помази, всі дам. Ви що, зглос дозвіхали? Я що, дам вам? Кажу, сядь. Тейте тікет. Зараз за пів на восьму. Що пів на восьму? Кажу, пилет тягни. Який? Буде, який, мені все одно. Так не можна я свій дістану, а? Ні, ось, бери цей. Вот і зі топік вон зі тікет. О, ви що зглос дозвіхали? Я вам що, дівчина топік носити? Демо білету яка. Я не знаю, тут щось не по нашому написано. Дай сюди. Демо білету – еапорт. Еапорт. Еапорт консіст. Еапорт консіст. Еапорт консіст от. Еапорт консіст от. Ну, помазли. Що репорту знаходиться? Хол. Єс, хол. Єс, хол, єс, хол. Вот і з лекс. Ба. Єс, ба. Тільки не ба, а ба. Єс, ба-ба. Не ба-ба, помазли, а ба. Добре, це на першому, або на другому поверсі. А що на вулиці знаходиться? ВПП. Вот і з ВПП, помазли. Пояснюю. Літак. Взлітішим, літішим, літішим. І приземішим. А не скеплі? Ну, помазли, напереставшим. Бедроченкова Валерія. Я себе через 10 лет желаю всего-то побольше, не знаю, счастья, добра, хорошого мужа, хорошую работу, всего хорошего, в общем. А я не скажу, кем я хочу быть. Наш класс очень мутный. Я помню, как Влад Запорожець бросил корректором в доску, и до сих пор до 11 класса у нас этот след остался. Встретились с тобой в роддоме. Помнишь? Ты так-то это восторженно смотрел. А как смешно маялся, что уронишь. Родной доченьку, которую хотела. Я руку твою чувствую в ладошке, и до сих пор то ощущение храню. Мой сильный папа рядом с дочью крошкой. Я небо за тебя благодарю. Папа, как много я тебе могу сказать. Напомнить, как ты в детстве валовал меня. За ручку вместе с мамой в садик отводил. И нежно в щечку целовал, любя. А помнишь, в школе, папе, раз, от злоучителя ты чуточку краснел. В глазах читалась временная злость, но дома все равно меня жалел. Характер вредный мой прощал, любил, старался мне во всем помочь. Но переходным возрастом все списал. Ты горд и счастлив был за свою дочь. Родители, как говорят, не выбирают. Наверное, мне сильно повезло. В подарок получить тебя я знаю. С тобой всегда спокойное светло. Меня ты понимаешь с полувзгляда. Когда мне хорошо, и боль бою. И даже далеко ты словно рядом. Папуля, папочка, я так тебя люблю. Ира Николаенко. Через 10 лет я хожу по своей клинике в босоножках. Я буду стоматологом. Наш класс самый лучший, самый неадекватный. Какой он? Самый-самый-самый. Ну, как вальс, танцевали, короче. И меня ботсмен криворукий уронил. Это Богдан. Клиника будет называться стоматология, потому что сейчас по закону нельзя ее как-то называть. Оборудование с карисом, как все другие врачи, буду. Мне больше нравится бикини, чем полный совместный купальник. Все, что происходит с нами, мы как-то странно делим пополам. Если радость, празднуем с друзьями, а с бедой приходим к матерям. Заняты учебой и делами, детской днем. В потоке суеты мы нечасто думаем о маме. Слишком редко дарим ей цветы. И свои болезни носим к маме, и обиды к ней идем делить. И морщинки ей рисуем сами, позабыв прощения попросить. А мама все равно нас любит. И что бы ни случилось, не предаст. Все простит, обиды все забудет. Душу, сердце, все отдаст. И вот, мамочка, школа кончена. И уроков учить не надо. Сколько ж нервов было испорчено. Я так рада, мамочка. А ты рада? Что ты плачешь, моя родная? Закусила губы упрямо. Улыбнись же, ведь школа окончена. Ну засмейся же, милая мама. Одиннадцать лет, ни одно мгновение. Шли криво и прямо. Одиннадцать лет твоего терпения, Страха, слез и сомнений, мама. Мы освоили все элементы программы. Не волнуйся, тревоги своих забудь. Ведь мне уже не шестнадцать, мама. Мне больше. И в этом, пожалуй, суть. Я знаю, уж так повернусь на свете. И даже предчувствую твой ответ, Что дети всегда для матери дети. Пускай им хоть двадцать, хоть тридцать лет Родная моя. Не смотри устала. Ведь любовь наша крепче еще теперь. Ну разве ты плохо меня воспитала? Верь мне, пожалуйста. Очень верь. Прошу тебя, выброси сердце грусть. И пусть тревога тебя не точит. Я точно справлюсь. Не ошибусь. Ведь выросла и стала взрослой дочкой. Здравствуйте, меня зовут Владислав Запорожец, Сыревич. Я желаю себе найти хорошую работу, чтобы был перспективным. И все самого лучшего. Как мы с помазанным выливали мусор с огна. Воду не мусор. А, в воду. Меня зовут Клименко Маша. Через десять лет я буду путешествовать с Полиной вдвоем. В Париж с Сережей к Сереже приедем. У меня будет любимая работа. Семья, наверное. Может и не будет, не знаю. Я хочу быть счастливой через десять лет. История со школы. Боженок когда-то пошел к Ольге Борисовне. Ольга Борисовна это наша учительница по праву. Он когда-то пошел к ней, короче, подсобку. И говорит, Ольга Борисовна, сколько вам лет? А она говорит, 35. А он говорит, моей маме тоже 35, но она выглядит лучше, чем вы. Она ему говорит, боженок единица. А он ей, а почему единица? Две единицы. Две единицы и все. И на этом история была окончена. Все. Школьные друзья, как бы это ни было, ни звучало грустно, но они всегда останутся вашими школьными друзьями. Учителя не раз пересаживались у вас на первую парту, а кого-то, как говорила любимая Ольга Борисовна, в зад. А родители хоть раз сажали вас в домашний арест после крупной ссоры. Мы списывали дружно всем классом контрольные, а потом удивлялись, почему у всех разные оценки. Именно за этим списыванием я замечала, какие же мы были сплоченные. Мы никогда не могли сделать задомашнее задание неделю вперед, даже если и хотели. Мы всегда списывали сочинения с одного сайта, а потом возмущались, почему же такая низкая оценка. Ведь с ним же не было ошибок. Некоторые из нас бросали тряпки в потолок, выливали воду из окна, чёркали гвоздём по доске и бросали корректором стену. Из-за этого им ничего не было. Во взрослой жизни мы так сделать не сможем и придётся всегда отвечать за свои поступки. Те клички, которые мы давали всем учителям, так и останутся где-то позади. Через два месяца, 1 сентября, мы не придём на линейку и не будем ныть, как же мы не хотим учиться в этой школе. Не заведём дневники и не обклеим их наклейками. Не будем утирать жирные руки от колбасы об новые шторы и разливать по полу воду, а потом возюхать по этому озеру тряпкой. Мы с вами не сдадим книжки и не получим их на следующий класс. Его попросту не будет. Не побегуя вместе на физкультуре и не позбиваем рюкзаками яблоки, прогуливая какой-то урок. Тамара больше не ухаснит конфеты. А турок Татьяны Васильевны А турок Татьяны Васильевны больше никогда не испугает неожиданными скликами и мы не обсудим с ней биографию Левса. Не посмеёмся над прической Александры Васильевны и не будем танцевать на её уроках вальс. А ещё мы не будем ходить вместе в столовую и я больше никогда не напишу вам записки. Мы не поиграем вместе в волейбол и не посмеёмся с Лизой. Как она прыгает в длину. А наш класс больше не будет кричать целый урок Любови Михайловны и читать нам морали. Мы больше с вами не будем в самом худшем классе в школе номер 24. Не покатаемся на партах, не будем дежурить по школе, не строим праздник в классе с пиццей и вином. Не поругаемся. И, о боже, я больше никогда не вижу, как масло стекает за волосы Иру. Хотя я не знаю, вечер ещё только начинается. Одиннадцать лет вместе — вот наш последний вечер. Хочу сразу извиниться за все мои крики на вас. Я просто хотела, чтобы у нас всё получилось. И да, у нас всё получилось, хотя так было далеко не всегда. Я хочу, чтобы у каждого из вас был свой путь и мечта, который он непременно достиг и наслаждался полученным. Не знаю, как вы, но я буду скучать по этим всем моментам, хоть и не все они были такие радостные. Но что же вас ждёт во взрослой жизни, этого никто не знает. Вы будете помогать кому-то устоять на ногах час ночи после большой вечеринки. Будете делать фотографии, за которые будет стыдно пять лет спустя. Кто-то будет осуждать ваши музыкальные вкусы, а кто-то будет подпевать вашу любимую песню вместе с вами. Вы ещё не раз сделаете неправильный выбор и будете корить себя и мечтать всё изменить. Вы обязательно будете говорить плохо о своих друзьях за их спинами, когда они обидят вас. Скорее всего, они сделают то же самое. Вы почувствуете себя одинокой или одинокой. И не раз будете плакать из-за парня или девушки, имя которого так и не сможете вспомнить спустя 20 лет. Ваше мнение этих людей будет меняться, как только вы узнаете их лучше. Вас не раз обманут, вас вам изменят, на вас накричат, над вами посмеются, вас предадут. Вы будете плакать и проклинать жизнь. И, возможно, единственный человек, который окажется рядом, будет ваша мама. Вы будете мечтать о том, как покинуть родной город, став старше, и будете тосковать по нему, когда это произойдёт. Вы не раз любитесь и разлюбите, прежде чем поймёте, что значит любовь. Вы постоянно будете искать себя. Но мы молоды, поэтому перестаньте плакать и грустить так часто, винить всех и во всём, что слишком многого, говорить плохо о людях, которые просто чем-то вам не угодили. Или когда у вас плохое настроение, перестаньте ругать с родителями из-за мелочей. Лучше просто промолчите и обнимите их. Просто живите. Радуйтесь каждому дну. Цените каждый миг, мгновение и секунду. Запоминайте лица людей, которые вскоре может и не быть в вашей жизни, и события, которые вскоре может и не быть, и не повториться. Несмотря на всё, я вас люблю и никогда не забуду бесценные моменты, связанные с моим лучшим. 11 марш, школа номер 24! Меня зовут Маховик Радик, я самый лучший. Через 10 лет я себе желаю хорошую работу, девушку красивую, всё самое лучшее. Он классный, дикий. Вообще-то, история, короче, у нас была такая классная. Мы, короче, принесли скотч в школу, нам стало скучно, мы одного мальчика очень обмотали, очень сильно, с головой да ну. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Меня зовут пивовар Dima. Да, как бы отчество я не буду говорить уже. Через 10 лет я уже себя вижу знаменитым человеком, как бы у меня всё есть, поэтому я желаю себе только здоровья, ну и не только себе, желаю также своим любимым одноклассникам, которые очень хорошие и любимые мной. Наш класс 11А, как уже сказали, лучший и всегда будет лучшим. Интересная история тоже, с помазным много, я думаю, во всех интересных историях, как мы пол мыли, просто взяли много вёдр с водой и вылили их на пол, а потом тряпками развозили это всё и потом на нас кричали, потому что всё в коридор вылетело. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сергей Прохоренко. У меня любимое приложение это Steam. Через 10 лет я вижу себя успешным человеком, киберспортсменом. Я могу описать наш класс, это клетка с дикими зверями. Однажды, на трудах, мы этому мальчику засунули кувалду-портфель, и он еле его поднял, и чуть не упал, а потом мы её выкинули с третьего этажа. Я Катя Духно. Я добрая временами. Временами вредная. Когда мы танцевали вальс, мне говорили, что я вредная, да. Местами умная. У меня зелёные глаза. Наш класс самый дружный, когда мы пишем контрольные, самый вредный после каникул, самый весёлый. Интересная история, это когда Духвин на уроках святовой литературы говорил на учительницу, что она будет говорить в области. Конрад Максим, я красавчик. Я себе желаю много денег, хорошую работу, но это из-за денег. Жена будет сама, если будет квартира и машина. Наш класс бешеный. Самая интересная история со школы, это когда овчар хотел повеситься, чтобы не писать контрольную. Мы желаем счастья вам, и одно до сих выходим, отстать счастьем сам, счастьем поделим. Я Тарасенко Ромко Ил. Я очень успешный, молодой менеджер по клинику нашего двора, богатый и очень знаменитый. Наш класс хороший. История о том, как мы на уроках НВП, а просто людей вот так вот. Спасали, да. Эти школьные стены стали для нас облаками. Ты такая красивая, словно мне это снится. Это только сейчас, это не повторится. Плакали, плакали наши мамы и папы, а директор вручал нам с собой аттестаты. Здесь обращаем и стали взрослые люди. Школу нашу родную никогда не забудем. Вижу себя довольно успешным молодым человеком, живу в коробке из-под холодильника. Так это по-настоящему было. Моя любимая машина автопятки. Неадекватный. Во всех смыслах. История. Это наши уроки. НВП и физкультуры все вместе взяты. Это что-то с чем-то. Привет. Настоящая Алина. Желаю себе хорошую профессию найти, хорошего мужа, здоровья и всего самого лучшего. Наш класс какой-то необыкновенный. Ну, я помню, как я в пятом классе ключом поцарапала доску. Она до 11 класса еще осталась царапина. Ее ничем не замазать. Ты меня лапаешь. Как раз таки трезво, без допинга. Я со штаной приседаю ноль. Все, я пожелал, оно все мое. 42-й, размер на И. И она меня не любит, потому что я ей не сдаю работы вовремя. Да, этого хватит. Мне больше нравится ходить в красавках. Нет, в босоножках. Все самое лучшее мне. Жаловался на доллары, что дорогие эти. Кто? Сладости, шарика. Давайте. Не-не-не-не-не. Дима нужен. Сейчас я подумаю. Один холодильник только есть. Это сложно. В магазине. Салат Сезарь. Камеру смотри. Нет. Можно повеситься когда? Нет. Можно другой вопрос? Нет. У меня с мальчиком. Да, не надо. Но мы так и не научились. Пока. Йоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова